Битва «Спарта» и «Балтики» Битва «Спарта» и «Балтики» Битва «Спарта» и «Балтики» И, наверное, хоть обычно мы с хозяев начинаем, начнем сегодня все-таки с ФКБ. Сергей Лихонин, 30-й номер ворота, защищает. В обороне справа налево, момент мог уже возникнуть. Справа налево Сергей Харламов, номер 14, Алексей Смирнов, номер 17, Евгений Маришин, номер 6. В опорной зоне Сергей Алборов, номер 18, капитан команды, в полузащите над ним. Номер 10 Сергей Краха, вернувшийся в заявку в Кабарс, уже отыгравший с Мортоном, например. Яркий матч, хоть и его команду спила, Краха как раз был одним из лучших. 23-й номер Валерий Хабабенко на позиции свободного художника, а впереди Дмитрий Ратников, номер 9. Теперь интересно, кто сегодня будет его менять на острие атаки, и будет ли кто-нибудь. Может быть, Максим Ковальчук, кстати, вполне возможно, который сегодня в запасе остается в начале игры. Дмитрий Смирнов, главный тренер Барса. Ну, а чуть-чуть позже состав Москвы я вам назову полностью. Боюсь кого-то спутать внешне и не узнать. И чтобы не мучиться, я дождусь, когда у меня протокол в руках появится. Присматриваются друг к другу команды. Барса пытается взять мяч под контроль. Вот мы с Женей Якубевым обсуждали, что с Мортоном Барсу играть от себя было самоубийством. И это самоубийство Барс совершил. С Москвой ситуация, конечно, иная. С Москвой Барс может, хочет и, наверное, обязан играть от себя. Если не играть от себя с Москвой, при всем уважении к этой команде, то Барсу нужно пересматривать задачи. А вот Москва, Москва должна сегодня выложиться на 100%. Москва, в общем-то, находится практически в том же болоте, про которое мы говорили, привыкно к Балтике, Крылатская. У Москвы в этом болоте третий год находится, с тех пор, как Валентин Лиховенко команду взял под свой контроль. И это неплохо. Опять же, команда имеет определенный уровень. Но шаг вперед, шаг вперед она сделать никак не может. С Барсом у Москвы история взаимоотношений своеобразная. Проигрывает команда Синегранатовым с завидной регулярностью или с незавидной регулярностью, но проигрывает по-разному. То удается Барсу крупно разнести буквально горожан, то, то напротив. С огромным трудом выцарапывает победы Синегранатов. Испоминается прошлогодняя выливая победа с счетом 2-1, когда Москва вела. Сегодня хочется, хочется интриги, конечно. И Сергей Мажухин пытается ее сразу сделать. Бьет издалее, но не попадает. Барс пока не может взять мяч под свой контроль. Пока у него это не выходит. Ну и, Жень, вот мы с тобой говорили про обновление Барса, которое необходимо. Уже чуть-чуть я сказал о том, что сегодня столько признанных лидеров, харизматиков, символов Барса на скамейке запасных. Что ты думаешь о составе Синегранатовых? Его я уже назвал. Но Меркулов, Ковальчук, Егоров, Иванов, все они в запасе. Ну, на самом деле, мы обсуждали с тобой очень подробно в программе НАТО, если кто-то из телезрителей смотрел прошлой недели, обсуждали то, что у Барса действительно прям напрашивается вот это вот обновление состава. И то, что, безусловно, на стане команды на этот шаг идет, показывает, что он согласен с этим, да, и что он тоже видит в этом определенные проблемы. Однако, знаем мы и то, что Барса-то не та команда, которая будет обновляться единомоментно. Безусловно. Это команда, которая будет... Ой-ой-ой, сейчас прошу прощения, Мазжухин. Максим Мельянцев не замкнул передачу Мазжухина. Да, капитан великолепный сейчас прострелил, все правильно делал. Ну, давай, назови состав Москвы, коль у нас же, наконец, протокол в руках. Да, место в воротах, бессменный страж ворот Москвы занимает Евгений Костенко. Без номера и линия обороны. Слева 21 номер Андрей Байбутов, справа Ренат Таибов, 26 номер. Видели мы несколько матчей Рената. У нас три атаки, даже и забивало, но вот сейчас на фланге обороны сыграет. Место в центре обороны занимает Тахир Тесджан, тоже не совсем привычная для него позиция. Ну, вообще универсальный игрок. Соглашусь с тобой, да, очень часто и на фланге его можно увидеть, и на фланге обороны, и на фланге полузащиты. Ну, вот в центре обороны Тесджана я вижу впервые. Во всяком случае, с полузащиты справа играет Сергей Мажухин, капитан команды под номером 5. Капитан и один из моторов команды наряду, как раз-таки, как мне кажется, всей линии полузащиты Москвы. Вот это вот трио Алтунин-Иванов-Мажухин является таким локомотивом всего движения Москвы. Задают они темпы. Если не идет игра у этой тройки, то не идет игра у всей Москвы. И на острие атаки Максим Мельянцев, уже называли мы этого игрока, имел он хороший шанс замкнуть прострел Сергея Мажухина. Однако, каких-то считанных секунд ему не хватило. Мерновений. Смотря, да, там можно в разных системах мерить, можно мерить в метрах, можно мерить в секундах. Но факт в том, что не хватило. Не хватило чуть-чуть буквально. Однако, Москва показала, что не боится. Не боится она Барс и готова играть с ним от ножа. Ну, опять же, при всем уважении к Снегранатовым, наверное, сейчас нельзя бояться Барс. Иначе ты проиграешь Априори. Безусловно. С нынешним Барсом и нужно играть от ножа. Это то, что... И хорошо, что команда понимает это. Хорошо, что Москва понимает это. И не собираются они строить защитные редуты. И хотят попробовать свои силы с, безусловно, более опытным, безусловно, более искушенным соперником. Но, тем не менее, соперником, находящимся не в лучших кондициях, как физических, так и моральных, попробовать свои силы в открытом футболе. И Москве это по силам. На самом деле, Москва это тот коллектив, которому, в принципе, по силам посоревноваться вот сейчас с нынешним Барсом. Не говорю нынешним, говоря о составе команды, а именно, имея в виду еще и физическое и моральное положение команды, то, о чем мы много раз говорили. Вполне способна Москва навязать Барсу игру такую, что Барсу может быть и тяжело. Потому что Москва заметно моложе. Москва бежит. Всегда мы это отмечали. То, что Москва это команда, которая играет в хорошем темпе. Ратников хорошо, Крахе под удар, Лихобабенко. Не попадает. Хотя, мне кажется, контролировал Костенко. Ну и отметим, Маришин диагональ низом вырезал точную. Просто блестяще. Вот возраст с возрастом, а к Маришину и Лихобабенко, наверное, претензий быть не может. Ну и очень, да, очень достойная атака Барса в одно касание. Все, как любим мы видеть в исполнении футболистов в этих майках. Сейчас эпизод ударив по ноге сопернику. Это был Сергей Мажухин. Так вот, ударив ему по ноге, Маришин сам ушиб колено. Неприятный момент. Фолл стороны Барса. Ну уже все, все на ногах, все играют. И сейчас Максим Мельянцев не сумел за мяч зацепиться. Чисто сыграл Сергей Харламов. Отбрасывает мяч из-за боковой на Алборова. Штрафной на половине поля Москвы. Алборов на Лихобабенко не доходит передача. Иванов тащит мяч, но один на трех не получилось. Это Жан активно ходит вперед. У Москвы организованный хаос. Пока вот эта схема, которая заявлена на игру, она не работает. Это неправильно сказать. Она работает, потому что игра получается, на мой взгляд, у Москвы первые минуты. Но при этом совершенно не та схема на поле, которая указана в заявке. Собственно, все меняется с каждой минутой. Все двигаются по позициям. И поэтому кого-то называть форвардом, кого-то защитником, кого-то полученником бывает даже опрометчиво. Сергей Мажухин открывает счет в этом матче. Оказался он первым на подборе. Там заметался мяч. Отметил бы я в этом эпизоде Максима Мельянцева и Тахира Тажжана, которые не позволили мячу уйти за лицевую линию. Доборолись до конца. Причем вдвоем там навязали борьбу. Тажжан, по-моему, голевую дал. Тажжан отдал, да, голевую передачу. И Мажухин там не то что с метра, по-моему, с полуметра он наносил удар по воротам Лихонина. И, конечно же, никаких шансов у голкипера Барса не было. На 10-й минуте, на исходе 10-й минуте Москва открыла счет. Но и для Барса опять удар такой. У команды ничего не получается. И еще снова она оказывается в положении догоняющего. Да еще и против Москвы, в общем-то, команды, которые ниже статусом. Замену уже провел Дмитрий Смирнов. Сергей Харламов уступил свое место правого защитника. Владимиру Егорову. Интересно, а на какое место будет Андрей Иванов выходить? Налево вместо Маришина. То есть, вот Щербаков, по сути, уже не в команде. И Иванов потихонечку на его амплуа перешел. И, наверное, вряд ли это можно назвать повышением. Потому что замен Маришину, так скажем, мягко требуется не очень много. Завладел Барса сейчас мячом. После пропущенного гола пытается комбинационную атаку футболисты Барса сейчас развить. Но раз за разом натыкаются на оборонительные редуты Москвы, которые выстроены достаточно грамотно. И, да, то, что ты уже отметил, Саша, по поводу позиций. Это, конечно, я не могу, да, говорить, задумка ли это тренерского штаба. Но наверняка, да. Да, потому что настолько организованный хаос, вот этот вот просто круговорот футболистов по поводу. Просто сменяют действительно вот футболисты один другого на всех позициях. Только что вот там, если вспоминать буквально события последней минуты, Тахир Тажжан сначала бывал на позиции центрального полузащитника, с которой он прессинговал. Затем вернулся на позицию центрального защитника, затем сместился на фланг. В общем, бывало едва ли не везде, кроме там позиции нападающего вратаря. Ну, понятно, почему вратаря, там у Костенко как бы вариантов нет. А вот на позиции нападающего, мне кажется, тоже у всех есть шанс в составе Москвы поприсутствовать, так сказать. Тем более знаем мы, что у некоторых игроков, которые играют на различных позициях, есть хороший опыт игры в нападении и забитые мячи, барс. Хороший подкат, очень рискованный, но он прошел Алтунин. Ты знаешь, вот я хотел сказать, сейчас не успею подумал, не успею я свою мысль озвучить до того, как случится для Москвы страшное, но Алтунин своим подкатом команду спас, хотя рисковал пенальти там сделать, успею убрать мяч соперник. Так вот, мы отметили, что Москва хорошо начала встречу, очень. А вот сейчас, забив, она отошла слишком глубоко в оборону. И такое ощущение, что больше теперь горожане думают о том, чтобы сохранить счет. На мой взгляд, это ошибка. Ну, безусловно, сохраняя счет 1-0 в матче с барсом, заработанный в начале первого тайма, это одна из самых больших ошибок, которые можно допустить в игре с барсом. И не знаю я, возможно, это какая-то буквально такая минутная, двухминутная пауза, чтобы, грубо говоря, восстановить дыхание, немножко перестроиться все равно с оглядкой на забитый гол. И мне кажется, Москва не будет прижиматься к своим воротам. Не та эта команда, которая играет в оборонительный футбол. Грубо говоря, увидели мы бы сейчас, да, игру барс-кегли, то у меня нет никакого сомнения, что кегли, забив мяч даже в начале первого тайма, просто начали бы стараться хорошо, организованно играть в обороне. Время от времени помышляя о контратаках. Но другой вопрос, да, то, что кегли очень хорошо и организованно играют, опять же, в обороне. А про Москву такого сказать нельзя, учитывая то, что еще и на позициях защитников не всегда играют профильные защитники. То есть далеко не факт, что сможет Москва удержать счет. Да, действительно, но вот пока мы об этом говорили, был момент, то у Москвы Мазжухин простреливал. Опять вот эта хлесткая низом сильная передача, которая параллельно лицевой линии, там, в метре от ворот идет. Никто не замкнул, но ведь и футболисты Барса ее не вынесли. Так что все правильно делает Мазжухин. И если так будет Барс позволять ему отдавать передачу, он рано или поздно даст голевую, а при том, что он уже гол забил. Мазжухин, конечно, игрок очень высокого уровня, и вот такие нельзя его давать. Безусловно, нельзя давать, исполнять такие удары Сергею Мазжухину, потому что один-два не забьет, но третий положит точно в цель. Не раз и не два он поражал ворота, и оказываясь именно в этой позиции, буквально там в полутора-двух метрах от штрафной площади, удар у Мазжухина очень приличный. И обвести он может хорошо, подкрутить мяч. Игрок вообще очень умный по-футбольному. Ну, не зря капитанскую повязку он носит. Да, действительно, Мазжухин это, безусловно, главная звезда Москвы, а здесь Ратников, который обычно из штрафной забивает, из-за штрафной пробил, и там чуть Тажджана не затоптал. Позволю я еще такой комплимент, что оправдывает он свою фамилию частично, и является действительно мозгом команды и мозговым центром. Так что это неспроста вот здесь удача. И сравнивая счет Барса… Шикалтунина выложил голевую после передачи, он под удар к Рахе, ну и Сергей приложился как надо, а Костенко просто ничего не видел в этом эпизоде. Ну и шансов у него никаких не было изначально. Ну да, и в общем-то 1-1 теперь, Сергей Краха, это как раз вот то самое обновление необходимое. Забивает он гол, кстати, уже Ковальчук был на поле в это время, Сергей Алборов отправился отдыхать, вот как раз перед этим угловым. Ну и по хоккейному плюс один Ковальчук записывает на свой счет. Первый гол Крахе в сезоне за Барс. Ну не так давно. Я считываю, что совсем немного игр провел, все равно приятно поздравить игрока с дебютным мячом. Пусть это не дебютный мяч в майке Барса, но тем не менее… Так, все правильно, но это возвращение, то есть все равно это своеобразная премьера. Ну Барсу нужна, нужна свежая кровь, глоток свежего воздуха, при том, что вот мы так много критикуем команду, она продолжает решать турнирные задачи, и она борется, борется за, ну как минимум второе место. И учитывая, что Атлантиц очки потерял, шансы Барса в случае успешного выступления в сегодняшнем матче возрастут на вторую хотя бы позицию. Ждать ошибок Мега Титана, честно говоря, не приходится. Мы вот в начале сезона Барс короновали практически, когда команда всех обыгрывала, а сперенки теряли очки. Потом все изменилось, но Барс просто повалился. Сейчас поверить, что так же повалится Мега Титан сложно, и я почти не сомневаюсь, что команда Игоря Крупкова чемпионат выиграет. Но кто знает, задача Барса – поддержать свои игры. Это футбол, а в футболе, как мы знаем, случается всякое. Если Барс не выиграет свои игры, то что бы ни случилось с Мега Титаном, Барс чемпионом не станет. Сейчас нарушили правила на Ратникове. Что хотел бы сказать, может быть, оправдывая, хотя не думаю, что Барс нуждается в каких-то оправданиях, действительно, невероятно изнурительный календарь у игроков. И это все сказывается, безусловно, на качестве футбола. Ну и вот сейчас у нас в нападение переходит Сергей Краха. Вот ответ на вопрос, Михаил Меркулов вышел на поле. Насчет календаря, давай после этого штрафного еще поговорим. Как раз Евгений Маришин будет бить, такой удар-наброс. И он же с правой, ну, правая нога все-таки немножко другая, нежели левая. И удар уходит выше ворот. Так вот, насчет календаря очень тяжелый, действительно, у Барса очень много турниров. И вот сейчас в мае будет чемпионат России, команда перекорвленная, кажется, футболом. Теперь еще чемпионат России впереди. И там опять играть. Будет, правда, у Барса и там свежая кровь, ну, помимо Крахи. Правда, не будет Александра Куксова, который, кстати, еще пока вместе с Андреем Ивановым не выходил сегодня на поле. Посмотрю, нет ли его сейчас случайно на газоне. Да, нет, хотя есть он в заявке. Правда, не вижу его на скамейке запасных. А нет, вижу все-таки, да, сидит в капюшоне. Так вот, не будет Куксова, он будет за школу мяча выступать. Но это были условия изначальные, на которых школа мяча Куксова отпускала в Барс. Но зато будет Зураб Антия, яркий футболист, которого мы видели в составе Волхонки в Лиге Чемпионов. Здесь все Туньпарки в матчах с Мега Титаном. Ну, по идее, он должен Барсу помочь. Мне кажется, сейчас практически любой хороший игрок Барс, несомненно, усилит свежую кровь, вольет. Да, 1-1 у нас по-прежнему, не сказать, что очень высокий темп, но игра напряженная. И нервы игры, безусловно, присутствуют. И Москва, вот Балтика, да, в болоте просто доигрывает сезон. А Москва, видно, что хочет Барс обыграть. Да, но, может быть, все-таки сказывается разница соперников. Потому что Барс – это команда, которую все хотят обыграть. Это очень хороший раздражитель, ни для кого это не секрет, что, пожалуй, лучший раздражитель. Даже бывает, складывается у меня такое ощущение, что Барс – это гораздо лучший раздражитель, чем текущий лидер чемпионата. То есть, независимо от того, кто был бы текущим лидером. Я с тобой соглашусь, ты знаешь, как… Совокупность факторов. Даже до сих пор. До сих пор в большом футболе иногда, даже сейчас еще, иногда доводится слышать о том, что, когда команды играют с московским спартаком, что для них это раздражитель. А сколько лет прошло, да, с тех пор, как Спартак чего-то добивался по-настоящему в чемпионате России по футболу. И до сих пор иногда приходится слышать. Ну, а Барс-то, вот он, он действующий чемпион западной премьер-лиги. И то, что у него тяжелые времена… Династийный чемпион действий. Династийный причем. Да, да, династийный. Три подряд. Не так давно Лигу чемпионов брал. Обладатель Кубка Запада. Обладатель Супер Кубка Запада. Все трофеи. Россия. Да, Кубка России. Все трофеи сейчас у Барса. А Алтунин желтую получает. Зачем сейчас было играть рукой? Грубо говоря, да, команда, которая побеждает Барс, может смело говорить, что мы выиграли один из лучших клубов страны. Да, у одного действительно из сильнейших клубов страны. Барс на чемпионате России уступил только Саратовскому Динамо, пусть и в четвертьфинале, но Саратовская Динамо затем стала чемпионом. До этого чемпионом России был Барс. Поэтому, да, мне кажется, мы с тобой такую демагогию развели, но мне кажется, тут даже и младенцу, который только начал матч из АПЛ смотреть, понятно, что лучший раздражитель для всех. Для самого Барса это минус сейчас. Этот коллектив в синегранатовых майках, да, для самого Барса, безусловно, это минус, потому что очень тяжело играть с командами, которые каждый раз мега настроены на тебя. А у тебя проблемы в это время как раз, да. И тем более, что не показывают лидеры, вот эти прежние, которые сегодня начинались с команды КРПС, не показывают той игры. К сожалению, да, вот, что Максим Ковальчук, что Михаил Меркулов в этом сегодня сдали. Разные причины, но не играют они пока в свой футбол. Владимир Егоров, наверное, в меньшей степени, но у Владимира Егорова много болячек тоже, и каждый новый матч здоровья не добавляет. По оправданию Михаила Меркулова скажу, что тоже лечится едва ли не больше, чем играет в этом сезоне Михаил. И, конечно, неприятные проблемы со здоровьем, много повреждений, много травм. Никому это стабильности никогда не добавляло. Поэтому понятно, что не лучший сезон проводят в карьере и личные игроки, и, в принципе, сам Барс. Да, и вижу, и Александр Куксов снимает тренировочный костюм, подходит сейчас к главному тренеру, получит от него установку и пойдет к резервному арбитру для замены. Все, да, наставления Дмитрия Смирнова получены. И, честно сказать, по игре Барса в Лиге Чемпионов у меня создалось несколько ощущений, что не совсем вписался в состав Александр Куксов, потому что временами он выпадал из игры просто абсолютно. То есть Краха постоянно был на виду, на острие, то есть помогал очень активно Лихобабенко раскручивать атаки. Вот у Куксова было несколько неприятных ошибок, в том числе и одна голевая. Поэтому, наверное, для футболиста важно попробовать все-таки найти свою игру в команде, попробовать найти свое место в коллективе. Ну и вышел он налево вместо Евгения Маришина, а уже, я так понимаю, Андрей Иванов тогда в амплуа Александра Щербакова нынешнего сезона перешел. То есть вообще не выходящего на поле футболиста, который есть где-то в заявке, но его услугами не пользуется тренерский штаб, потому что все уже вышли. Андрей Иванов по-прежнему на скамейке запасных и, в общем-то, вакансий нет. Андрей Иванов играет с края в обороне, а там четыре защитника, по два на каждую позицию. Он пятый, по сути, как локомотив в Москве. Ну а сейчас момент был еще один у ФК Москва. Это Алтунин, который у нас то со знаком плюс, то со знаком минус постоянно на виду. Момент симптоматичный. Что хотел бы выделить? В момент принятия мячом Алтунина рядом с ним находился последним защитником, опять же, Максим Ковальчук. И не первый и не последний раз мы в этом матче, я вас уверяю, видим этого Барса. Хотя не должен он находиться по всей логике схемы, да, и игры, и вообще позиции Максима на поле. А еще один момент. Вспоминаю я сразу, да, в матч Лиги Чемпионов и пропущенный мяч, который как раз-таки из похожей ситуации возник. Что-то вот, какой-то регулярный вот этот провал случается. У меня другое наблюдение. И как раз иллюстрации этому замена, которая сейчас произойдет, потому что Дмитрий Рядников вернется в атаку. Но тоже вот показатель того, что не все в порядке у Барса. Мы не видим практически в игре Валерия Лихобабенко. И с тех пор, как перешел в атаку, не видим Сергея Краха. До него не доходит мяч просто. Вот только сейчас, наконец, он получил. Причем от Лихобабенко. Шикарная диагональ. Да, действительно, бывает нам стоит о чем-то заговорить, как то, что мы пророчим, начинает сбываться. Или наоборот, то, что мы говорим, что чего давно нет, начинает почему-то происходить. Ну, я думаю, тогда Барс будет просить, чтобы мы побольше критиковали и говорили, что того не происходит, этого, этого, этого. Раз сразу же момент возник. Краха поле покинул. Да, Рядников вышел вместо него. Но вот тот факт, что Лихобабенко почти не видно в игре, это, конечно, совсем не свойственно для Барса, совсем не свойственно для чемпионского Барса. Мне удалось раскрыть сейчас секрет вопроса, почему Максим Ковальчук оказывается там на приеме мяча. Дело в том, что оба защитника при подаче угловых идут в штрафную, и последним как раз-таки остается Максим Ковальчук. И точно так же, причем было вот в игре с Мортоном. Есть проблемы в этом, потому что Ковальчук не самый скоростной футболист, а при контратаке это может оказаться роковым. Сейчас мяч закинули верхом, да, когда вспоминаемый момент буквально там трех-четырехминутной давности. И там только удача, пожалуй, Барс спасла от второго гола в их ворота, при том, что не очень удачно поборолся там за мяч как раз-таки Ковальчук. Куксов сейчас неплохо сыграл, отдал Лихобабенко, и Лихобабенко передачу под стеночку, а Куксов возвращал неудачную. Не такой частый случай, а здесь Иванов увидел, что там Криштиану Роналду у него, да, в качестве партнера. Ну, не успел бы он, мне кажется, на передаче, так, и у нас одиннадцатый номер не указан, да, в нашем протоколе, насколько я понимаю. Сейчас быстренько мы разберемся, кто это. Очень похожий кто-то. Кто-то знакомый? А, это был Константин Карачук, мне подсказывают. Действительно не указан, он вышел на замену, но вот сейчас он головой играет. Нереально было просто успеть на эту передачу Иванова. Не, конечно, да, Константин Карачук, несмотря на то, что футболист достаточно скоростной, но там Иванов не рассчитал просто передачу. По мысли правильно, да? По мысли, да, безусловно, то есть вырезал на открытое пространство, там по силе не рассчитал. Слишком сильно отдал передачу, и она вообще не в ту зону пошла в итоге. У нас опять снег пошел, повалил. Я бы даже сказал, что-то невероятное происходит. Снова началась... Такие прям хлопья, как будто град практически, да, ложатся. У меня создается ощущение, что вот снег проходит, потом наступает какой-то, да, период потепления, и снег за это время успевает растаять. Так и есть, да. Что не добавляет совсем игре скорости, а наоборот добавляет гораздо больше вязкости полю. Поэтому вот сейчас две с небольшим минут у нас остается играть в первом тайме. Я думаю, что во втором тайме нас ожидает немного менее скоростная игра. Ну, во-первых, усталость, да, никто не отменял. А во-вторых, действительно, постоянно увлажняется газон за счет снега. И все сложнее и сложнее на высоких скоростях играть. Все сложнее и сложнее играть низом становится. Ну и давай, наверное, подойти итоги первого тайма, потихонечку, еще две минуты играть. Но ощущение, что в целом матч более-менее равных команд. Да, ощущение создается такое. Я согласен с тобой здесь. Не видно преимущества какой-то из команд. Возможно, даже Москва несколько поопаснее. И теперь второй момент, который, в общем-то, раскрашивает наш предыдущий вывод. Согласись, мы не видим от Москвы сверх выдающегося футбола. Мы не видим, чтобы Москва вышла на новый уровень. Мы видим обычную Москву, которая играет неплохо. На 100%, Саша, согласен. Этого хватает сегодня. Да, ну и последующие выводы каждый может сделать, в принципе, сам для себя. Тут все довольно просто. Валерий Лихобабенко получил двух-трехминутную вместе с перерывом передышку. Краха его заменил. Краха наверняка вторую половину начнет. Куксов играет на Алексея Смирнова. Но вот, видишь, Мортон очень высокого уровня команда. С ней Александру тяжело было войти. С Москвой, в принципе, он сейчас, я бы сказал, в игру попал в первом тайме. Пару неплохих эпизодов. Но, с другой стороны, почти не атаковала своим правым флангом Москва. Вот сейчас как раз атакует и опасно. Здесь Лихонин сначала мяч вырвал, но затем успел зафиксировать его. Мажухин так интеллигентно попытался добить, но вовремя погасил движение ноги. Ну, там действительно, там мяч не был зафиксирован, поэтому шанс у Сергея Мажухина был добить, если бы Лихонин допустил какую-то ошибку. Там, тем более, мяч влажный, перчатки тоже. Ну, и обратите внимание, претензий никто не предъявил. Уже если защитники Барса не предъявили претензий, значит, все было корректно. Как правило, там действительно никакой грубости. Никакой агрессии на вратаря, никаких проблем. А здесь фола не было, и я думаю, что будет спорный мяч, а не фол. Но досталось и Ковальчуку, и Иванову. Они как-то так столкнулись плечами, и можно вывернуть руку, так неприятно. Но, по-моему, не было фола зафиксировано, да? Иванова недавно была неприятная травма как раз по плечам. И это может сказываться. Помним мы, сколько с плечом промучилась знаменитая российско-теннисистка Мария Шарапова. Я, кстати, ее не просто окупил, у нее сегодня день рождения, раз уж так у нас подвернулось. И первый тайм у нас закончен, от греха подальше. Арбитр Воробьев обслуживает встречу сегодняшнюю. Кстати, очень интересно мне, как дальше будет развиваться его карьера, потому что в следующем сезоне уже объявил ФК «Стаут», команда высшей зоны Северо-Востока, что переезжает на Запад. В Западной премьер-лиге будет выступать, а Воробьев-то за «Стаут» как раз выступает в ОПЛ. И таким образом он потеряет либо команду, либо право судить матч из ОПЛ. Такой вот выбор на распуте сейчас будет. Ну вот Андрей Буров, главный судья, западный регионам подскажет, что скорее всего в пользу работы арбитром сделает выбор Воробьев. Ну а тогда будет играть за кого-то другого, видимо. Ну, наверное, все-таки проще найти себе новую команду среди коллективов ЛФЛ Москвы, чем пытаться идти в... Ну у нас есть же Дмитрий Решов и Евгений Зубов, которые стараются играть в хороших командах первого и второго дивизиона, но стараются в них так играть, чтобы ни в коем случае не выходить в западную премьер-лигу, потому что они-то точно тогда уйдут из своих коллективов, если их коллективы поднимаются наверх. Ну вообще это такой достаточно любопытный момент, что все может поменяться в течение какого-то небольшого времени. Посмотрим, грядущий сезон покажет. Мы ждем, что покажет нам второй тайм сейчас встречи. Очень интересно будет, назначат ли Воробьева в этом случае на матч стаута. Хотя бы у нас здесь сезон. Мне кажется, это было бы по меньшей мере неэтично, да? Ну мне тоже кажется, что по крайней мере не сразу, может быть со временем, но не когда уже корни вот эти стаутовские будут подрезаны у арбитра, когда он уже забудет о том, что выступал за эту команду, тогда может быть и будет ее судить. Хотя Андрей Буров даже уже не улыбается, а смеется, слушая наш с тобой разговор. Ну а о чем, да, еще поговорить в перерыве. Первый тайм мы обсудили, в общем-то, в его концовке. Смотрим сейчас, в каком составе Барс выходит на поле. Выходит по традиции, нет. Хотел сказать, по традиции в стартом составе вижу я Максима Ковальчука. И не вижу Сергея Алборова. И Алборов как заменился, больше на поле не выходил. И видел я, что он что-то там переодевал в бутсы. Думал я, может быть, он обувь меняет. А может быть, получил по ноге и получил повреждение. И если... А, я вижу, что... Я думаю, что он тренировочный костюм одел. И капитанская повязка на плече у Максима Ковальчука. Не выйдет больше Алборов на этот матч, потому что полностью он переоделся в тренировочный костюм. И из потери. Действительно, какое-то микроповреждение, безусловно, потеря. Да, раз уж повязка перекочевала на руку Ковальчука. Даже дело не в том, что, безусловно, Сергей Алборова, то есть это игрок очень высокого уровня. Просто для Барса сейчас любой игрок – это потеря. Огромная потеря. Тем более игрок стартового состава. Учитывая, что на скамейке, ну, побольше остались те футболисты, у которых игра не шла в последнее время. То есть не на усиление Дмитрий Смирнов расставлял, а, в общем-то, выбирал оптимальный стартовый состав. Ну, как они видятся именно выбор тренера? Ну, по крайней мере, Ковальчук сегодня в целом смотрелся неплохо. Правда, разочек, оставшись в обороне, не сумел справиться с соперником, но голу это не привело. Посмотрим, как он сейчас играет в втором тайме. Опять же, и тот факт, что не будет Алборова – это значит дополнительная нагрузка на Ковальчука и Меркулова, а у них может не хватить сил. Здесь возможен вариант, что Сергей Харламов тогда в качестве полузащитника будет играть, и Андрей Иванов получит какое-то игровое время, потому что он единственный футболист, кто на поле не выходил у Барса. Ну, и смотрю я на состав Москвы, вижу, что Иванов на второй тайм не вышел. Находится он сейчас на скамейке запасных, причем находится в не очень хорошем состоянии. Он в лежачем положении, ему помогают. Он в лежачем положении, ему там оказывают первую помощь. Видимо, действительно, что-то с плечом, неприятные повреждения. Скорее всего, рецидив, к сожалению. Пожелаем здоровья игроку Москвы. Ну, вернее, рецидив не обязательно такой же тяжести, рецидив, но, скорее всего, именно болевая точка. Сыграл просто шедевральный пас Мазжухина. Я уже готовился к тому, что он будет пить поворотом, и мне кажется, просто все игроки Барса посчитали точно так же, потому что выходил на ударную позицию, но он проткнул буквально мяч на свободного футболиста. Толкунин там или нет, не могу понять. Толкунин или Карачук? Нет, это Карачук ниже, я вижу Карачука. Да, Алтунин. Да, Андрей Алтунин, значит. Ну, Алтунин сегодня, действительно, он то со знаком плюс, то со знаком минус, но все время на виду. Ну и в данном случае весь его... Первый пас Мазжухина 1 плюс 1 у капитана Москвы. Андрей Алтунин, номер 70, команда Москва. Ну что ж, Барс опять в положении догоняющего, и опять мы видим, что в этом нет ничего удивительного. Посмотрим, как теперь будет играть Москва. Если она прижмется опять своим воротом, может получить опять. Сейчас Ковальчук, кстати, грамотно отрабатывает в обороне. Краха включается, но поздновато. А заодно и показывает что-то из арсенала ближе к карате или тэквондо. Такой удар. Какой сейчас хороший удар у Сергея Мазжухина получился, но там разминулся мяч со стойкой ворот. А застыл Сергей Лихонов. Оказалось мне, что там действительно что-то близко к девятке идет. Немножко перекрывается этот обзор с толпами на трибунах из-за комментаторской будки. Поэтому не всегда можно вовремя среагировать на то, попал мяч в ворота или прошел мимо. Приходится верти за кокур на сковородке в удобную точку обзора для себя найти. Лихонин ищет адресатов, но у Барса не получается пока темп взвинтить. А Барсу нужно взвинтить темп, потому что в этом темпе Москве играть комфортно. А раз ей комфортно играть, то возрастают ее шансы на то, чтобы увести сегодня из Северного парка положительный результат. На самом деле, по моему скромному мнению, нисколько не говорю, что оно должно быть основополагающе, я бы сейчас футболистам Москвы посоветовал БТМ взвинтить. Кстати, да. А может быть они взвинтят, но ближе к концу. Может быть они сейчас еще заманивают, раз все получается пока. Все знают о физиологических проблемах Барса. Все знают о том, что не успевает команда до конца восстановиться. Но действительно, не было такой возможности у команды полноценный отдых провести. И не всегда хватает физических футболистов на весь матч. Сейчас хорошая передача. Маришин на замахе убирает удар. Но здесь Костенко не получается. Удар с правой ноги, потому что правая, а не левая. Хотя в створ попал, но несложно было для Костенко. Мог пропустить только если бы допустил ошибку. Ошибки Костенко не допустил. Ну, надо сказать, что Костенко ошибки вообще редко допускает. Вратарь достаточно надежный. Мазжухин продолжает он вести игру. Такая передача, она такая с отскоком, кстати. Сергей и 3-1. Так и Тажан второй голевой пас. Тажана, да, и гол Корольчука. Застыл Лихонин. Ну, а какие у него были там шансы в этом эпизоде? Это похоже на то, что Барсу предстоит еще и на четвертое место сейчас побороться. Ну, то есть, чтобы не оказаться на четвертом месте. Я имею в виду именно это, да. Спасибо, что поправил меня, Саша. Я думаю, что сейчас уже результат Атлантис Трансконтейнер совсем становится хорошим для Синих Гранатовых. Что никто не победил, что не победил Трансконтейнер в этой игре. Потому что Атлантис бы и так остался в борьбе с Барсом впереди, хоть у Барса есть в запасе матч. А Трансконтейнер подбирался бы. Конечно, Москва еще не выиграла. Но Барсу уже надо три геолога сбивать, чтобы победить. Опять же, здесь, да, в ситуации с матчем в запасе у Барса. Ну, несколько такая двоякая Мазжухин, штанга и 2-4 гол сейчас не влетает в ворота Лихонина. Ничего он там не контролировал. Абсолютно. Причем прошлый пропущенный мяч приблизительно так же получилось, что не успевает Сергей реагировать. Очень быстро атакует Москва. Мазжухин ударил достаточно неожиданно для всех, в том числе и для нас с тобой, мне кажется. Потому что я от него теперь ожидал паса после того, как он голевой отдал. Но Сергей решил пробить и не прогадал. Очень опасно в штангу ударил. И замена у ФК Барс. Харламов уходит, а выходит Егоров. Егоров неплох на правом фланге смотрелся в первом тайме, но стоит ли менять Харламова сейчас? Лихобабинка, Краха. Вот шанс. Уже втрое легли там под мяч. Не дали времени Крахе решить эпизод. Маришин сейчас под левой уберет. Бить неудобно. Дает на Лихобабинка. Тут может придумать подачи. Егоров головой скидывает. Ратников. Гол! Какой классный гол. И Егоров угадал с заменой, Дмитрий Смирнов. Ну и Ратников как сложился, да. Очень хороший продемонстрировал для своей комплекции. Да, удар через себя Дмитрия Ратникова. И координацию прежде всего. С передачи Владимира Егорова Дмитрий Ратников сокращает до минимума отставания. 3-2. Возрождается у нас интрига. Но не умирала она до конца ни в коем случае. Барс это не та команда, которая проигрывает два мяча, на которые можно ставить крест. Но сейчас счет стал, разрыв в счете стал вообще минимальным. Поэтому игра идет, как популярно говорит, на 3 схода. Да, Барс очень быстро забил ответный мяч, один ответный мяч. То, что было нужно, потому что чем больше время проходило бы, тем тяжелее было бы. Барс не хотела вернуться в игру, было и смогли это сделать. И как еще все повернулось? Забей Мазухин четвертый, да. А тут вместо этого Москва получила второй в свои. Тем интересней. Сейчас еще можно и какой-то такой моральный толчок получить. Потому что мяч действительно был забит достаточно эстетский. И есть такие футболисты, которые, можно сказать, начинают чувствовать, что у Ратникова, да, он может почувствовать, что у него что-то получается сегодня. Ну и Ратникова... Ратников это игрок, который, если чувствует, что получается, он может устроить ого-го. Да, и мы еще привыкли, что Ратников забивает там голы в пустые ворота, да. А вот сейчас, когда Барсу тяжело, он пробил за штрафной в первом тайме. Сейчас он забил через себя. Это совсем не те голы. Это то, что нужно Барсу сейчас. Вот такие лидерские качества, да, в том числе и от ветеранов команды. Безусловно. Быстро ввели мяч из аута. Болисты Москвы. И точно так же быстро мяч снова за пределы поля. Пытался там Сергею Алборов помочь быстрее мяч забрать, но там он катился и так захромал Сергея. У Сергея не то, что у него там действительно серьезная проблема именно с ногой. Возможно, с голеностопом, да, вот такие первые мысли приходят. Скорее всего, там серьезная ушиба. Если голеностоп распух, то, конечно, это проблема. Ковальчук в подкате выбивает мяч на угловой у Алтунина. И да, это проблема, и это потеря для Барса, как мы уже говорили, потеря очень серьезная. А ведь уже очень скоро чемпионат России, и не дай бог Сергей не сможет там... Ключевые игры в чемпионате подходят, уже идут. А насчет еще чемпионата России, почему говорю, и насчет ключевых игр в чемпионате, в общем-то, тоже. Несмотря на то, что Сергей Алборов давно в Барсе, и как и все остальные, играет много, это футболист, который всегда голоден до футбола, и как раз это очень нужно сейчас команде. К тому же, ну, все равно, несмотря на поражение с разницей в три мяча, не стал бы я Барс списывать счетов в Лиге чемпионов. Да, ты прав. Действительно, я тоже подумал, когда ты уже начал говорить об этом. Мы так оставляем за скобками, а там еще борьба впереди. Барс не сдастся. Это команда, да, которая не сдается. Безусловно, Барс будет играть до конца. Победного или непобедного – другой вопрос. Хватит ли сил, там, сойдутся ли звезды, но сдаваться Барс совершенно точно не будет. Ковальчук играет вперед. Здесь Мажухин пяткой, Таибов. Мажухин зацепил его здесь, Егоров. Фолл – это на руку Москве. И не надо сейчас спешить, мне кажется, Ковальчуку разыгрывать. Зачем? Вообще, может, Мажухин меня сейчас ставит? Я помогу так. Скорее показал для того, чтобы судья обозначил необходимое расстояние, чтобы взять паузу. Не собирался, мне кажется, Ковальчук там быстро мяч разыгрывать. Такая тактическая хитрость небольшая. И Меркулов Ковальчука меняет. Девять с небольшим минут Максим отыграл в втором тайме. Сейчас немножко отдохнет. Ну и Мажухин может пробить. Я думаю, что створ будет в любом случае заряжать сейчас Сергея. Распалось у нас такое фонетическое противостояние в центре поля. Коральчук-Ковальчук. Но не думаю, что надолго. Да, Максим вернется на поле. Фолл был, конечно, здесь. Да, зацепил Альхабабенко. Безусловно. Альхабабенко грамотно все сделал. Другое дело, что вперед не было продвижения. А сейчас он хорошо заправляет Маришина. Прострел угловой будет. Но это шанс. Да, стандарт. Это всегда возможность. Даже при неудачной складывающейся игре что-то перевернуть. Разыгрались. Лихабабенко быстро. По угловой. Но Маришин остается с мячом. Подача на дальнюю штангу немного не точно. Если бы чуть поближе, то у Ратникова было бы больше шансов зацепиться за этот мяч. Контратака Москвы получает мяч Мильянцев. Один в один идет обыгрывать Меркулова. Точнее, один в два уже. Да, там Алексей Смирнов на подстраховке. В итоге назад на Тестжана играет. Здесь Корольчук. Снова Мильянцев. Одно касание на дальнюю Алтунину. Не проходит передачу, потому что она не получается. Ну и отмечаем, что исчез Иванов на скамейке запасных Москвы. В общем-то, можно сказать, что больше он не примет части в игре. И значит, что больше нет запасных у Москвы. Отправил сюда переодеваться. Видимо, Кирилл. И, возможно, даже не будем, конечно, там забегать вперед. Но, возможно, и медицинскую помощь нужно ему получить необходимую. Конечно же, снова вернемся к теме того, что пожелаем здоровья Кириллу Иванову. Ну и Сергей Алборову тоже по одному человеку потеряли команды. Такой вот у нас травматичный матч. Хотя не скажешь, чтобы грубый, да? Да, грубости практически, да вообще абсолютно нет. Все фолы, если есть, то тактически и достаточно вежливые. Что штанга опять. Да, теперь головой. Причем, там едва-едва Корольчук сначала не забил. Чуть-чуть вот разминулась его голова с мячом. Буквально на считанные сантиметры, опять же. Мажухин хорошо добивал с острого угла, но... Москва понимает сейчас, вот во втором тайме понимает, что нужно забить, потому что Москва играет лучше Барса сегодня. Но Барс такая команда, которая из ничего может спасти игру. А потом еще и выиграть может. Поэтому, если Москва снова не увеличит преимущество, то, конечно, мы получим нервную концовку до самого финального свистка. Но нам и зрителям, особенно нейтральным, я думаю, только этого и нужно. Соглашусь, что совершенно не хочет, чтобы интрига в матче-то умирала. Никогда не хочется этого. Ну и, честно говоря, не кажется самым вероятным раскладом, что интрига умрет. Кажется, что она будет все-таки до конца держать напряжение. Ну а как-то будет на самом деле, посмотрим. Еще один угловой Барс зарабатывает. Риха Бабенко идет подавать. Да, если Барс забьет третий, то тогда вообще на три исхода пойдет игра. И тогда начнут форсировать события и те, и другие. Но Москва сейчас грамотно стоит. Жан Меркулов набрасывает. Егорова в руку мяч попадает. Остается у Москвы. Все видит Воробьев. Контратака. Мазжухин против Егорова. Корольчука там. И, в принципе, по задумке хорошую передачу отправлял. Но мне кажется, она бы все равно не дошла до Корольчука. Даже если не выбил бы мяч. Рихонин выручает свою команду. И еще один угловой у Москвы. Прошел на перехват и заблокировал удар Мельянцева. Мы вот говорим, что для Барса стандарт это шанс. Но на самом деле и по этому матчу, и просто по сезону для Москвы угловые. Это вообще почти всегда голевые моменты. Сколько они забивают с Корнера. Да, вспомнить последний угловой, которого едва не забили. Чуть-чуть не повезло там Мазжухину буквально. Да, действительно. Достаточно просто футболистов. Даже помимо Мазжухина тоже Тэжжан блестяще играет головой. Да, Тэжжан очень часто приходит на подачу углового. И забивал в премьер-лиге в этом сезоне угловой. Прошел очень игрок. Достаточно высокий. По крайней мере, ну, достаточного роста, скажем так. Может быть, не гренадер. Но головой играть умеет неплохо. Очень. Меркулов. Меркулов, вот ты говорил про его болячка. Он на сегодня не очень себя хорошо чувствует. Может быть, именно поэтому в запасе остался. Ну, и пока не сказать, чтобы он был очень активен. Но старается. Старается дать команде все, что сегодня может. Играет в подыгрыше больше. Не беря на себя особо игру. Корольчук поборолся с Меркулов. Корольчук мяч для команды сохраняет. Мазжухин корпусом от Хабабенко мяч прикрыл. И просит подняться здесь. Сергей Мазжухин. Удар Костенко надежен. В ближнем углу забирает мяч намертво. Владимир Егоров опять неплох. Опять его отмечаем в атаке. Удар был плотный. Голевую передачу уже Егоров имеет на своем счету. Забил бы совсем. Можно было бы сказать, что матч удается. Но Костенко не пустил мяч в ворот. А у нас почти... Почти экватор. И тут у нас ускользнуло от нашего внимания. Но вряд ли это больше, чем несколько минут назад произошло. На место правого защитника. Так, а Харламов сидит. Вот только что при вводе мяча... Да, даже так. Просто получилось, что он сразу же вел из-за боковой. Ну, отлично. Так, а заменил он... А, Егорова и заменил. Ну да, действительно. Тогда просто других вариантов нет. Егоров только что был на поле. Мы это отмечали. Это как хоккейные смены. Егоров у дальнего борта залез на бортик, да, на скамейку запасных. А Иванов у ближнего. С ближней стороны к своим воротам, чтобы быстрее помочь в обороне. Хорошая скидка сейчас, но Иванов не получает у него удар. Однако и горшает угловой. Угловой. Только с другого края надо его подать. Отметил бы скидку крахи. Очень грамотно он действовал. Зрячий под удар Иванов мяч скидывал. Маришин и Маджухин очень легко у него отбирать мяч. Там Маришин, по-моему, подумывал упасть и зарабатывать пенальт, но понял, что, конечно, в таком пенальте не будет. Прошу прощения, что перебил. Наблюдаю за Сергеем Лихонином. И очень часто вижу его в районе центра. Ну, он ходит, чтобы рассмотреть, что там происходит в атаке. Чтобы увидеть, как там его команда атакует. Но может нарваться на... В моей памяти пару раз подобные похождения до добра не доводили. Особенно, когда есть такие люди, как Маджухин в составе Москвы, который может, я думаю, спокойно в центрополе мяч в ворота отправить. Или со своей половины. Конечно, не 10 из 10, но... Конечно, не Хаби Алонсо, но... Хаби Алонсо сейчас не лучше, наверное, премьер, учитывая, что... Я не знаю никакого другого Хаби Алонсо, кроме того, который играл за Ливерпуль и забивал оттуда центрополе. Так что претензий не обосновал. Ну, был ключевой игрок Мадридского Реала Хаби Алонсо. И после ухода в Баварию, в общем-то, у Реала некоторое время ушло на перестраивание игры. Это обернулось нескими поражениями на старте чемпионата. Неожиданно, но для Ливерпуля это тоже был ключевой игрок. В общем, вернемся мы к событиям поединка Москва-Барса. Там мы с Сашей селили на любимых кайфов. Причем каждый на своего. Я на красного, Саша на сливочного. Зарабатывает очередной угловой футболисты Барса. Краха отправляется его подавать. Там, в общем-то, был намек на голевой момент. Но всего лишь угловым закончилось. Но, с другой стороны, это шанс тоже. И до Ливерпула мяч находит. Потому что прохиды Жан, да. То есть, Жан, Граут там очень не играет на опережении. То, о чем мы говорили. Иванов здесь была блокировка чистейшая. И, в принципе, при желании мог бы и желтую достать Воробьев из кармана. Ну, не стал, поскольку такой эпизод-то. Наверное, слишком много игроков Барса рядом было, чтобы трактовать это как прям срыв опасной атаки. Замена Харламов. Ну, вот то, о чем мы говорили. Харламов в число центральных полузащитников переходит. Вот он меняет Лихабабенко, Краха на месте свободного художника. Ну, и в опорной зоне Максим Ковальчук. Он заменил Меркулова. Правда, сейчас он на месте последнего защитника против Константина Корольчука. Вот твое противостояние. Ковальчук-Корольчук. О котором ты говорил, только сейчас забыл Ковальчук. Ковальчук потерял позицию и дайди передача. Дайди передача сейчас бы всаживал в упор просто Корольчук, но на мяч дошел только до Лихонина. Двенадцать минут есть у Барса. Казалось, что от игроков Барса покинул мяч по делу поля, как летний, от Карахи. Ввели мяч в игру футболиста Москвы и штрафный майк. Недоволен Ковальчук, недоволен Моришин, но все по букве закона. Там Хиртас Джан будет в эту мяч в игру, или Мажухин оставит, или просто отдаст ему, наверное, самое оптимальное решение. А Мажухин хитрый, делал передачи, но Корольчук здесь не успел. Хотя от Смирнова оторвался, хотя выстроил Смирнов, может быть, все видел просто. Там просто, нет, если не обратил внимания, как раз в ту сторону смотрел, там просто Корольчук сделал движение в сторону... И остановился. Да, и остановился, и в это время Мажухин отдал передачу просто. Мажухин как классный квотербэк, да, оценивает положение, как в американском футболе. Он мог тоже желтый за это получить, но на такие мелочи Воробьев во внимание обращать не стал. Харламов тащит мяч, играет на Ратникова, тот хорошо разворачивается, играет на Маришина, назад Харламову, снова Маришин, Краха, Маришин. Ну, где логическое завершение атаки, но Москва стоит очень хорошо, а удар Маришин находит возможность ударить, Костенко в ближнем углу отражает. И вот почему-то всегда, когда игрок нервничая бьет по рекламному счету, вспоминаю Кимури Китсбая, футболиста Ньюкасла, который в таком эпизоде очень серьезную травму получил от досады. А сейчас у нас как Жерар Пике просто Алексей Смирнов прописался на стрия атаки, или не на стрия, но в атаке пытается помочь своим партнерам забить, но правда сейчас возвращается. Надо 10 минут искупаться. Ну так, довольно культурно. Время идет, но в этом матче точно будет добавлено время в втором тайме, я думаю, что сомнений никаких. Ну, если какой-то из команд не удастся сейчас за оставшиеся 10 минут создать задел, да. Лихобабенко меняет Ковальчука и спорный мяч, никакого штрафного. Хотел, по-моему, Алтунин сейчас отдать, но Маришин испугался, что... Алтунин заберет мяч. Да, и быстренько сыграл, чуть у нас фолом это не закончилось, потому что движение-то делал Алтунин ногой, но тут благо хотя бы здесь обошлось без нервотрепки. Хорошая скидка, Корольчук. Ну как он опережает, Иванов, ну как? Не было там фола! Лихонин! Там был фол со стороны... Зафиксировали фол, но мне кажется, что не было его со стороны Корольчука. Вот ты что думаешь, Жень? Не знаю, не могу судить строго, потому что я сместил чуть-чуть акцент своей внимания как раз-таки уже на сейф Лихонина, и... Мое внимание завладел этот образчик вратарского искусства, если можно так выразиться, потому что Лихонин действительно... От того, что удар не был легитимным, да, но Лихонин спас, и это факт, и придал уверенности, может быть, своим партнерам сейчас. Причем спас в очень шикарном стиле. Александр Куксов опять на 8 минут, концовки таймов ему доверяет, самое ответственное время, Дмитрий Смирнов. А здесь фол на Ратникове, ну Ратников умеет упасть, это, в общем-то, все знают. Андрей Иванов на дриблинге к месту, откуда надо исполнить штрафной, пробирается через препятствующих ему защитников Москвы. Не каждый раз увидишь такой эпизод в матче. Ну и Маришин будет бить с левой. Или откатывать Смирнову. Алексея Смирнова никто не держит. А, Иванов перекрывает из Джана, посмотри, сейчас Алексей Смирнов в идеальной позиции для удара, я думаю, будет пас, если сейчас ударисты Москвы не перестроятся. Просто никого нет перед Алексеем Смирновым. Как подсказывает Мазжухин сейчас, но никто почему-то не реагирует на его подсказку. Но будет Маришин бить сам. Алексей Смирнов вздыхает, потому что он-то ждал паса, и он забивал, он забивал в таких позициях. Ведет сейчас мяч в игру Сергей, Евгений Костенко от своих ворот. Немножечко время потянет, но все, в принципе, в рамках правил. Не слишком затягивает. Сжан поборолся с Куксовым. Борьбу за мяч выиграл в итоге. Алтунин прошел на дриплинге Маришина. Пусть немножко на корявеньком, но, тем не менее, задачу выполнил. Однако потеряли футболисты Москвы мяч. Я думаю, что, Женя, если Москва сегодня не выиграет, она будет расстроена. Безусловно. Команда все шансы имеет на то, чтобы одержать победу. Очень хочет, видно по желанию, видно по тому, как игроки настроены. Для них эта победа над Барсом может стать очень важной. Очень важной в моральном плане. Но и Барс еще не утратил шансов даже на победу в этом матче. Соглашусь с тобой тоже абсолютно. Как мы уже говорили, игра на три исхода ведется. И Барс способен в любой эпизод решить, игроки такого класса, собранные в этой команде, что полмомента может быть достаточно. Куксов, но там никого нет. Удар этого вряд ли был. Или ошибки кого-то из игроков Москвы, от чего тоже никто не застрахован. Вполне. Более Москва команда молодая, страстная. И команда чаще всего подвержена ошибкам. Причем чаще всего подвержена ошибкам именно на последних минутах матчей, когда нужен опыт, нужна концентрация. И Москва команда, которая, в общем-то, по граблям пройтись всегда не прочь, к сожалению. Собственно, наверное, поэтому она еще и не вышла на новый уровень, будучи достаточно стабильным середнячком в ЗПЛ. А здесь краха нет, здесь Костенко. И Тесджан там грамотно позицию занял и помешал немножко крахе. Ну и роста не хватило все-таки в этом эпизоде. Там слишком на неудобную высоте мяч шел, Алтунин. И, по-моему, мяч тут от Алтунина ушел, если честно. В данном случае, мне кажется, что в Алтунина Маришина попал. Ну, мне показалось наоборот, что Алтунин в Маришина попал. Ну, в данном случае показалось так и судье. Значит, Москва вводит из-за боковой. Алтунин, опять же. Но чтобы не спорили футболисты Барса. Ну, значит, действительно не о чем спорить. Тесджан, классная передача! Но здесь Лихонин. Едва-Едва, мне кажется, это главное описание сегодняшней игры Максима Мельянцева. Да я бы больше даже сказал. Ну, не знаю, нет. Наверное, все-таки некорректно это будет сказать по отношению к вообще атаке Москвы. Все-таки три мяча они свои забили. Но много эпизодов, в которых... В моментах, в которых Едва-Едва, их было штук пять, не меньше. А каждый такой Едва-Едва, это потенциально голевной. Голевой шанс. И мы могли бы сейчас счет на табло совсем неожиданно, допустим, видеть. Нельзя этого исключать. Да. Ну, а сейчас Куксов перехватывает передачу. Ну, впрочем, он там что-то обязан был сделать. Авантюрный был этот пас из глубины Мельянцева. Он может быть не то, что авантюрный, а просто порядок не было. Вот сейчас было очень опасно, потому что там совершенно неожиданно мог мяч отскочить в любую сторону от этого чистокола ног. Тем более Барс так часто делает. Да, такие прострелы мощные и низом на последних минутах осталось чуть более четырех минут. Уже чуть менее, без учета добавленного времени, которое наверняка будет. Хотя бы пару минут арбитр должен добавить, как мне кажется. Лихонин уже последнего защитника играет. Алексей Смирнов левый вингер. Ну, наверное, правильно создается. Пытается ли Барс на навал или все-таки будет стараться комбинировать? Ну, пытаются, но пока не выходят. Комбинации привычные с вертикальными передачами во фланге, но без стеночек, которые у Барса хорошо проходят, когда команда в тонусе. Сейчас об этом речи, к сожалению, не идет. Лихопавенко переводит на Иванова. У него отличный удар. Но дадут ли ему это сделать? Корольчук против Иванова. Ну и в итоге отворот. Корольчук очень грамотно играет. Не без доли везения. Как мне кажется, Константин планировал просто мяч выбить, но еще и попал в Андрея. Ну и отмечает. Заработал для своей команды лишние 30 секунд. Ну и отмечает это Дмитрий Смирнов. Тут же убирает с поля Иванова, пускай Владимира Егорова. Но Егоров неплохой матч сегодня проводит. Мы уже отмечали его. Ушел Мильянцев у Москвы. А появился на поле... Сикорский? Сегодня не играл он еще. Да, первое появление в составе. Лихобабенко Куксов попадает в ногу. Защитнику снова Лихобабенко. Ну все играли Лихобабенко и Маришин. Всю игру ведут Ратников, штрафной. Лихобабенко! Мажухин блокирует удар. Очень опасно было. Оказался капитан на очень важном месте для своей команды в нужном эпизоде. И выручил от неприятности. Алексей Смирнов налево на Лихобабенко. Вся игра смещается на левый фланг, где Лихобабенко и Маришин. Причем Маришин выше играет, чем Валерий. Валерий Лихобабенко сейчас такой оттянутый плеймейкер. А здесь Маришин не видел, что Лихобабенко ушел. И грамотно сыграл уже Куксов. Сикорский, пытаясь его опередить, себе прокидывал, но прокинул Вау. Лихонин снова на месте последнего защитника. По сути заменили вратаря восьмым полевым игроком футболисты Барса, выгунув Лихонина. Правда руками он имеет право играть, когда в штрафной окажется. Ну снег у нас идет, почему бы не о хоккее говорить. Сетлинский номер. Мы уже находили пару раз такие какие-то общие черты. Хорошо играть ногами, Лихонин. Да, легко выходить далеко из ворот, играть ногами. Ну и если уж мы с тобой, Саша, о хоккее обмолвились, быстренько позволю лиричное отступление. И поздравлю хоккейный клуб СКА Санкт-Петербург с победой Кубки Гагарина. 6-1 разгром Акбарса в пятом матче и победа СКА. Да, но этот плей-офф пойдет в историю. Да, этот плей-офф безусловно войдет в историю. Для меня, допустим, для поклонника ССКА с негативной точки зрения. Но нельзя не отметить достижение СКА с исторической точки зрения. Я думаю, навсегда запомню этот сезон. И все-таки добились своего армейца Санкт-Петербурга. Долго они шли к этой победе. Ну, а у нас очень-очень интересный момент, интригующий. Поэтому забудем о хоккее, забудем о Кубке Гагарина. Последняя минута идет основного времени. Егоров, рикошет! И там, по-моему, помешал Ратников. Может быть, мяч отскочил бы в ворота. Непонятно. Очень все динамично произошло. Неизвестно, от кого там мяч отскочил. Возможно, от игрока Москвы. Возможно, действительно, в игрока Барса попал мяч. Костенко был отыгран. Костенко был отыгран однозначно. Он бросился перекрывать низ ворот. И там уже никак не доставал. Хорошо сейчас ставит корпус Ренат Таибов. И оттесняет Ратникова от мяча. На табло последние 10 секунд начинает свой счет. И понять бы, сколько добавлено. Буду следить сейчас за Воробьем. Если он еще не показал добавленного времени. Основное время истекло. Ну, пока явно видно, что Воробьев финальный звездок давать еще не собирается. Ну, он уже жить хочет, в конце концов. Иначе он окажется в плотном кольце. Грамотно на перехвате действует. Куксов борьбу ему навязывает. Удар Мильянцева прямо в руки Лихонину. И снова хорошо действует на перехвате футболиста Москвы. Но здесь явный вход. Это карточка. Егоров показывает, что я сыграл в мяч. Но это было настолько через ногу. Настолько очевидно, что о чем тут спорить вообще. Эмоции понятны. Он действительно сыграл в мяч. Но это фол. И это карточка. И посмотрите на Мильянцева. Если бы все такие эпизоды игры в мяч разрешались, то травм было бы в футболе куда больше. В прыжке сзади. Подсек. Ну и сейчас кто будет бить. Такое ощущение, что не Мазжухин. Либо Алтунин, либо Таибов. Таибов бьет и выше ворот. Ну это так. Далее возможность Таибова ударить. Как бы не аукнуть, да? Потому что, мне кажется, Мазжухин более мастеровитый в плане стандарта футболиста. Да, более хитрый, конечно. Не разу же мы говорили о том, что Мазжухин футболистом, но еще и футболист хитрый. Пару передач в этой встрече я бы отмечал. Ну и я думаю, что все-таки достойный этот матч технического разбора. И хотел бы выделить как раз-таки в этом техническом разборе некоторые неожиданные решения Сергея Мазжухина, который по ходу игры отметил. Игрок, который действительно может игру разнообразить и нести в нее такой элемент неожиданности. Ну и Москва не прижалась после того, как повела 2-1. То, что она сделала после 1-0, она той ошибки не повторила. И во многом поэтому Москва поделала. Да, сейчас Барс больше атакует, но нет ощущения, что Москва вдавлена в свой полный поле. Сейчас она просто грамотно обороняется. Правда, вот сейчас момент опасный. У Костенко мяч фиксируется и все. Сейчас небольшое дежавю у меня было, потому что матч Атланти-Странсконтейнер точно такой же практически заброс, только отворот. И там выронил голокипер мяч и добил Италий Кулев мяч в ворота, спасая ничью для Атлантиса. Здесь, к сожалению, для болельщиков Барса и для футболистов Барс ничью спасти не смог. 3-2 победа Москвы. И, наверное, практически в любом другом туре, в любой другой момент мы бы сказали, что это победа сенсационная. Да, но сейчас, в общем-то... Это победа неожиданная, безусловно. Для меня все равно, тем более, отчасти. Я, конечно, прогнозировал, что Москва сможет навязать борьбу Барсу. И нисколько не предполагал, что матч будет легким для Барсов. Но Москва заслужила эту победу. Она действительно провела очень хороший матч. Я считаю, лучшим игроком матча стал капитан Москвы Сергей Мажухин, который один плюс один заработал. Я просто тонну работы выполнил. Я тонну, по-моему, фото провел на газоне Сетуньпарка. Ну и продолжаю твою мысль. А вот из логики происходящего с Барсом все это вытекало. Да, этого могло не случиться. Но вот в этом плане удивительного ничего нет, к сожалению. Абсолютно соглашусь. То, что я и хотел сказать. Ну, а на этом футбольный вечер мы для вас не заканчиваем. Еще один матч в 21.20. Ваш покорный слуга Евгений Курик вас прокомментирует. Ну, Александр с вами прощается. И говорю вам, развивайте спортсвей и себя в спорте.